Вы хотите отдохнуть или кто-то из ваших близких и друзей? Хотите посетить теплые страны, отправиться в круиз или побывать в городе, о котором давно мечтали? Теперь не надо никуда бегать, все можно оформить онлайн. Связывайтесь со мной и мы вместе подберем тур и оформим договор, а вы сможете потом поделиться впечатлениями о путешествии. Ссылки на контакты в описании. Привет друзья, с вами Зверько и это традиционный зеленый гайд на нового персонажа. Сегодня это Мартис. Стоит отметить, что на тестовом он был не юзабельным, но ему исправили второй скилл и им уже можно поиграть. Может быть кому-то даже понравится. Итак, Мартис это боец ближнего боя с двумя навыками направленными на контроль и ультой-добивалкой. Исходя из его набора скиллов, я вижу Мартиса в роли офф-танка или брузера. От этого и будем плясать. Кстати, у него нет ни маны, ни энергии, а значит будем не жалеть скиллы. Эмблемы. Возьмем танковый с перком атака и защита, который увеличит урон от навыков, а также ставим 3 очка в перезарядку навыков и 3 в сопротивление магии. Или эмблемы бойца с перком калечащий удар, чтобы замедлять противников. Статы раскидываем по вкусу. Дополнительную способность выбираем так. Оцепенение, если вы не привыкли отступать. Это увеличит количество вашего контроля. Очищение позволит скидывать контроль с себя, чтобы вносить свой. А также стандартные варианты спринт и вспышка. Перейдем к навыкам. Пассивка. Гнев ашуры. Каждый раз, применяя навык, Мартис повышает скорость своей атаки на 15% вплоть до 60% на 4 секунды. Пригодится для фарма леса. Поскольку неважно, попали мы навыками по кому-то или нет, стаки ускорения все равно набиваются. Реализовать в бою достаточно проблематично, поскольку Мартис, собранный в урон, живет до нелепого мало. Первый навык. Аура ашуры. В веерной области перед собой Мартис наносит урон врагам, сдвигая их в одну линию. При этом противники получают эффект перемещения со всеми вытекающими последствиями. Для Акая и Фани в том числе. Сам Мартис при применении делает как бы шаг вперед. Такое незначительное перемещение. Второй навык. Смертоносная катушка. Страшно представить. Этот навык можно разделить на три этапа. В первом, выбрав направление, Мартис делает рывок, отталкивая врагов, нанося два удара. Во втором этапе, если вы во время использования навыка держите направление бега, Мартис изменит направление третьего удара. В этом этапе можно перескочить не толстое препятствие. Далее начинает идти таймер на третий этап. Нажав еще раз второй навык, Мартис проведет апперкот мечом или ундерхау, как сказал бы господин Мейер. Этим ударом Мартис подбрасывает противника, что не является перемещением, но подкидыванием. А также может перескать препятствия на этом этапе. Итого, в одном навыке четыре удара, три перемещения с игнорированием контроля, два разных контроля и пересечения препятствий. Чувствуете, как напрягаются противники Мартиса? Ульта. Опустошение. Мартис делает смертельный выпад оружием, нанося немало урона. Если у цели менее 50% хп, то проходит чистый урон. Убийство цели мгновенно перезарядит навык и увеличит скорость бега в два раза. Ульта. Добивалка. Спрятанная плюшкой. Ускорением. Перейдем к билдам. Сборки на урон мне не понравились. Более полезные оказались следующие. На танках. Как всегда берем доспехи при ситуации от пика противника. Вот пример универсальный. Сапоги воина. Повысит защиту после ударов. Божественное вдохновение. Даст постоянный откил, увеличит скорость кд. Проклятый шлем. Увеличит урон в минуту, пока мы контрим и атакуем врагов. Шипованная броня. Даст не только хорошую физическую защиту, но и будет возвращать урон автоатакера. Щит афины. Подспорье против магов, но очень не люблю брать его вместе с божественным вверхом. Вдохновением, поскольку пока бьют щит, мы хп не регеним. Пришествие демона. Снизит скорость атаки по нам и увеличит живую честь. Следующая сборка на брузера, где мы смешиваем атаку и защитные качества. Именно на ней я играю в видео. Магические сапоги для кд. Божественное вдохновение. Трезубец. Даст скорость движения. Атаку. И главное пассивка. Чистый урон после навыков. Проклятый шлем. Штормовой пояс. Больше здоровья и брони. А также чистый урон и замедление от удара рукой после навыков. И опять же пришествие демона. Тактика. Идем конечно же на боковую линию. Желательно с дамагером. А еще желательнее с дамагером, у которого есть стан или рут. Дамагер накидывает рут. Вы забегаете за противника и подталкиваете к дамагеру или башне. И у вас в запасе еще остается два контроля для сбива сопротивления. В массовом бою ваше место в замесе. А точнее там, где находится кэрри. Которым можно сбивать навыки своим контролем. Вас проклянут адетты и горды, а также фани и акаи, если вы приноровитесь к таймингу навыков. Благодаря тому, что второй навык игнорирует контроль, вы можете быстро сокращать расстояние до любой цели или выходить из неудавшегося боя. Введите беглеца, смело догоняйте и добивайте его ультой. Чтобы не подставлялись ваши кэри и не отвлекались от нанесения урона. Кажется люди уже перестали плакать по киллам, которые совершил кто-то другой. Нам же в основном составляют проблему высокоподвижные противники, особенно с возможностью прыжка или телепорта. Главное, желаю вам не иметь таких вот тиммейтов, как Бруно с ником Бетон. Видимо, именно Бетон заменяет серое вещество в его мозгу, судя по его действиям в матче и счете 0-12 в конце боя. На этом пока что все. Ставьте лапки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам Мартис. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok